Долгое время жители микрорайона ждали благоустройства набережной вдоль реки Купеленко. Наконец дождались, но, по их мнению, работы были выполнены некачественно. Многие объекты нуждаются в реконструкции. Плитка везде гуляет, положена на сырую землю, без песчаной подсыпки, безо всего. Совершенно недопустимо. Тяп-ляп, все получается, что так, затрата денег напрасная. Не озеленили, газон усеяли уже, когда мороз был. Если это полностью сдано, это ничего, тут ни планировку не произвели, ничего, все осыпется. В целом местные жители парком довольны. Это отличное место для прогулок. Здесь даже организовали площадку для выгула собак. Большой амфитеатр для проведения массовых мероприятий. Только и он уже ломается. Сделанное из фанеры сооружение от влаги начинает гнить и местами разваливаться. Недовольны люди и отсутствием стоков. Говорят, во время оттепели вода будет стекать не в реку, а на площадке. В непригодное состояние пришла и одна из лестниц, ведущих к набережной. Обвалился бордюр. Кстати, по лестнице у мам с колясками еще ряд замечаний. На коляске не заедешь, колеса проваливаются. Сразу видно, что они даже не примеряли, когда делали этот пандус. Неудобно, особенно еще по скользкой дороге. Поэтому будем обходить теперь лесом. Еще вот эти вот спуски, они очень скользкие. И вот здесь вот не знаю, то ли посыпать, то ли еще что-то. Ну то есть коляску как бы держишь и боишься, ну постоянно нога на тормозе. Не убирают? Ну не посыпали. Очень скользко. Мы третий раз сюда приходим. Очень скользко. Чтобы узнать, планируется ли ремонт всех этих объектов, мы обратились в администрацию Ленинского района. Ситуацию прокомментировала начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Анна Карпова. Данный объект находится у нее на гарантийном обслуживании в течение двух лет. Соответственно, при наступлении благоприятных погодных условий, просто зимой не проводятся работы, не связанные с бетоном, не связанные с асфальтом. В рамках гарантийных обязательств подряд на организации, проводивших выполнение работы благоустройства зоны отдыха, будет выполнен ремонт. А значит весной все замечания будут устранены и набережная станет комфортным для прогулок местом. Только вот дожидаться этого момента приятнее с очищенной от снега и наледи территорией. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.